Мы завязываем в конце 20-го года. Строительство дымовой трубы в 275 метров, реконструкция очистного оборудования и установка новых электрофильтров на котлы. Всё это лишь небольшая часть федерального проекта «Чистый воздух», в который входит модернизация электростанции ТЭЦ-1. Сегодня на одной из самых мощных ТЭЦ сибирской генерирующей компании специалисты обсуждали подробности федеральной программы. В руководстве отметили, что для того, чтобы улучшить экологию в городе, за этот год закроют порядка 35 котельных. При этом специалисты уверяют, на тепло в домах это никак не повлияет, поэтому людям нечем волноваться. Сегодня располагаемая мощность наших тепловых станций, она позволяет дополнительно подключать нагрузку как вновь вводимых объектов, так и замещаемых котельных. А дальше, если говорить по замещению ряда котельных, то это даже в некоторых районах города приведёт к улучшению в целом состояния теплоснабжения. Это параметры, то есть это температура, это давление, это надёжность. Уже этой весной на ТЭЦ-1 снесут трубу высотой 105 метров, а через год ещё одну высотой 120 метров. Тогда на станции свободится место для установки современных электрофильтров. Нужно понимать, что мы по Красноярску работаем действительно в рамках большого, серьёзно проработанного комплексного плана по улучшению экологической ситуации. Основным показателем выполнения мероприятий комплексного плана является движение по тому графику производственному, который на каждом предприятии утверждён. На сегодняшний день все предприятия, которые являются участниками вот этого комплекса мероприятий, они находятся в графике. Это очень важно, потому что окончательный экологический эффект мы сможем зафиксировать в 2024 году. В итоге на ТЭЦ-1 к 2025 году объём выбросов снизится на 25%. Анна Петрова, Валентин Тропин, Новости ТВК.